Привет, брат. Привет, брат. Привет, брат. Приехал я. Приехал, в общем-то, да. Привет, брат. Да, это нормально. Не смеши. Садись, брат, садись. Не особо ходить нельзя. Бонжур, месье. Ну, я надеюсь, чтобы меня девятую выпустили, поэтому держу режим, а мне особо ходить нельзя, потому что иначе кровь будет не очень хорошая. Поэтому я сейчас лежу, лежу, лежу и лежу. Тут за хорошее поведение условно-досрочное собрание. Не смеши. Слушай, мы тебе тут эту работюнку... Чего? Иван Галетел. А никого нет. Никого нет, потому что остались самые тяжелые. Тяжело лежащие. У нас на этаже, сейчас никто не ходит на обед, на ужин, прибегает. Ну, ходит на обед, прибейте, прибейте. У нас в палате есть шесты, спала двое. Не шучу. Никого нет. У меня мое лежит. Наташа принесла забрала. Почему? Потому что Саша остался. Ну, он как бы курящий. А он дальше разговаривает на эту тему. Молодец, хорошо. У меня же трубка стоит до почки. Можно показать вам сейчас? Она в бутрях. Ее вытаскиваю. Она от почки. Фотографию могу показать. Ну, там еще трубки были, я не показывал. Те, которые были бы еще там, когда все выводили. Там кровища. Там камень дорваный был. Ну, он пока шел там по почке-то. Теперь я знаю, ну, слава Богу, что самое хорошо, что почки сейчас чистые. Там песочек можно следить. Но он тоже уже выходил, у меня складки были. Они пошли, этот помучился день. Вот, и все. То есть, как бы, сейчас они мерят, смотрят. Все. А тот, который упал в мочевой, они его пробили. Ну, и дробят, они могут и порвать, и почку порвать, и пробить. Чем дробить? Ультразвуком. Ну, наши, представьте, камень, вот и ультразвуком ударят. Он рассыпается, оскорки разлетаются. Если крупный, он откалывается, и куски выходят. Вот у нас, мы уже выписали несколько человек, у которых, так сказать, это... Куски отлетели, они выходят. Но это выходит, сам понимаешь, как выходит, да? Это ж... Глазная болезнь. Ну, это... Чтоб такого не случилось, что надо? Пить? Мы плохо пьем буду, вода нехорошая. Надо больше пить. Просто смысл какой? Весь очень простой. Когда застой, мы сидим шофера, кто сидящий, вот сидишь, 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 спасаешься, у тебя в почке, у тебя вот эта гадость, и она, она стоит. А когда ты двигаешься, ходишь, прыгаешь, как дети, вот молодежь, бегаешь, прыгаешь, она все время дышит все это. И если ты пьешь, она вымывает. А просто активно ходить, двигаться, двигаться. Ты, знаете, в этом плане молодец, правильно? Двигаться. Движание – это жизнь. Ну, и водичку пить чисто, более-менее. В Сибирском здоровье человек продается. Он выводит все соли, шлаки. Наши потеряевки – самое лучшее средство, которому это Заворожье. Березовка. Березовка – это лучшее средство не существует. Сейчас пешком домой поедем. Поеду таких историй. Двигаться надо, побежим. Да, двигаться и пить, все. Минимум полтора литра в день тогда застоев не будет. Ну, и не забывайте, что мы в всякую гадость живем. Подсовывают же не просто так в чаях вот в этих вот всяких. Это кристаллические. Краски все. Краски, да. Что является кристаллизатором. Если вам рассказать, что там делается в почках. Почка полностью забита и выдалбливали из этой почки кристаллы. Кристаллы – это… У тебя? Нет, это у людей есть. А как удалбливать? Ну, специально. Это звук. То есть, оказывается, там есть три вида разных органических. Ну, сейчас, знаешь, ну, слава Богу, что так хорошо получилось быстро. Я не знал такого, что схватило. Я еще не бегал, потому что доктор сказал таких, как ты. Говорит, по квартире вылавлю этот смысл. Ну, лежу. Руки, ноги трясутся сами. Потому что боль, спазм. Боли я не соображаю. Просто держусь и дышу. Батюшка даже как заумновался там. Ну, а потом, когда уже отпустил, упал выше. Всего четыре, а бывает по сантиметрам больше. У меня один камень выходил в Потерязьке. Летом после… Я всю весну пил Березовку. Я не ожидал, почка как заболела. Потом такая речь, я чуть на стенку не полез. Но она моментально раз, и все. Ну, речь была, это вообще что-то… Ну, она прям резко возникает. Нет, самое интересное, начинает от кочки. Прям чувствуешь. То есть, ты в машине ехал, все нормально. Ты даже не подозревал. Нет, начала нейт. Но я терпел, сколько мы уже едем по делу. Не просто так, я аж брачка везу. А потом уже смотило так, что я уже соображать просто стал. Я вышел, чтобы размяться в люди. Хотя буду проверить, что только встать. Потому что я сижу уже без зажатости. Вроде легче стало. Походил, походил, от этого чувствую. Ну, у тебя таких резий не было, что на стенку летят. Ну, почему нет? Сколько мог, держался. Не буду там. На меня он выходил. Наверное, молился, чтобы это было. Не пугал. Не смотри. Все нормально. Так что вот так вот. Все слава Богу. Нет, ну это я четко знаю. Что, чего, как. Сразу внутреннее покаяние. Господи сразу нашел. Где конкретно, когда он предупреждал, говорил. Что бы смотри, не греши, чтобы не взял. А я думаю, да, любишь. Типа, ну так, по небратски. Господь. Ну так, гоня. Да, и сразу все на место встало. Не надо шутить. Да. Да. Не надо его гневоцировать. Гневать, да. И фанту. Страдающий против перестает грешить. Да. Правда, начинаешь. А мы сегодня сходили на елку, Евангелие вот пораздавали. Ну так, хорошо тоже. Хорошо. Ну видите, никого нет. Смотрите, в это время у меня сейчас все заполнено. Вот 9 числа здесь все будет заполнено. Людей будет. Никого нет. Да, будет заезд. Будет принимание. Больные там сейчас. Девятые или пациенты? Девятые. Ааа. Никого. Вот я один. Мы живем еще. В больнице. Вообще нет. Отходишь. Пустые палаты. Закрыты. Перекрыты. Хода нет. Написано. Диван поставили. А, на то, что здесь сидели. Перед праздниками. Да. Многие же возвращаются. Здесь же лежат. У которых одной точки нет. Еще они постоянно появляются. А, им очищают это, да? Ну. Свои. Так что вот так вот, слава Богу. Рад, что вы пришли. Ну, ты хорошо выглядишь. Брат только с Франции вернулся. Да, я вижу. Француз настоящий. Брат. 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 В тот же день, в который летим, в этот же день самолет упал. Ну. Я чего говорю. В 25-го. Утром, когда католики упали. Мы в Германии там заехали, чайку попить. Ага. Я с Жанной. Она спрашивает, какой чай? Я говорю, ну, зеленый. А она-то поняла, что мы русские. Так давайте, говорит. Я с вами по-русски. Женщина. Я, говорит, сама русская. 23 года живу. Слышали? Говорит, самолет упал. Это, говорит, она террор. Я еще четкий, более, так сказать, строже стал сжимать при взлете. Как здоровье? Как дочка? Да слава Богу. Ну, они что-то там переболели. Типа грипп или что-то. То горло, то еще что-то. Здравствуйте. Мне много разных берез, слава Богу. Я с Сибири приехал и холод им привез. Там по холодам. Минус два. Минус два. А ожидается до минус десяти, пятнадцать. Это вообще очень редко бывает. Снега-то нету. Потому что, представь, минут десять, пятнадцать без снега. И дочка сразу, конечно, менялась. Не все, братан. Ну, давайте. С Богом, братан. С Богом, братан. Все, да. Я сейчас лечь. Я лежу, чтобы мне выписаться. Иначе еще. Если не хочется мне. Так что. Всем поклон. Всем люблю. Да. Жадный поклон. Ага. Это мой. Моя шапка. Надежда есть. Вы же там. Да. 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 Да, да. Да, да, да. Мы еще видим… Так что… «Последовавший»…